Время новостей на телеканале ЖБЕК ЖУЛЭ. О главных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты. Сурдоперевод Жан Сулу Ерлан Казе. В студии работает Любовь Басхаева. Добрый вечер. Смотрите сегодня выпуски. Экстремальные погодные условия. Аномальная жара вызывает пожары. В Канаде стихия уже уничтожила 10 миллионов гектаров леса. Какова цена глобального потепления? Айшау Симбекова выясняла. Все дело в логистике. Как в Казмной Газе объяснили нехватку топлива на некоторых АЗС страны. И насколько хватит нынешних запасов. Спорт без границ. Победительница Паралимпийских игр Оксана Лим защитила свой первый диплом и теперь готова делиться знаниями и опытом с подрастающим поколением. Я в спорте с 2005 года. Стаж ему 18 лет. Действовано около 400 человек. Более 100 единиц техники и 6 воздушных судов. В тушении пожара оказали помощь огнеборцы из Астаны, Карагандинской, Восточно-Казахстанской области, сотрудники Министерства обороны, Департамента полиции, местных исполнительных органов и природных резерватов. В настоящее время на очагах пожара ведется осмотр и проливка. Благодаря слаженной работе удалось локализовать возгорание. Аномальная жара и грозовые разряды стали причиной еще одного возгорания в лесу в Акмолинской области, в поселке Боровом. Вспыхнул лесной массив на горе Каратау. Вовремя сработала система СМАРТ, которая подала сигнал, благодаря чему огонь удалось локализовать в течение нескольких часов. В тушении задействовали 136 человек и 14 единиц техники. Шесть раз вылетали кочегамы и воздушные суда. К другим новостям. Синоптики объявили о штормовом предупреждении. В 19 регионах республики в области Абай возможны порывы ветра до 15 или 20 метров в секунду и сильная жара до 39 градусов. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов, в том числе в Паводарской, Актьюбинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях из-за жары и сильных порывов ветра. И в продолжении темы пожаров. Почти 1% всей территории Канады охвачен огнем. В стране уже сгорело рекордное количество леса, а площадь распространения стихии достигла 10 миллионов гектаров. Аномальную жару, ставшей причиной пожаров, к слову, регистрируют не только в Канаде. Мир уже столкнулся с беспрецедентными изменениями в климате. О причинах и следствии природного катаклизма в материале Айши Усимбековой. Канада столкнулась с худшим за всю свою историю сезоном лесных пожаров, сообщили в Министерстве природных ресурсов. На сегодня в стране насчитывают свыше 900 активных очагов. Около 600 из них вышли из-под контроля. Большинство пожаров в настоящее время находятся на западе страны, а наибольшее их количество в Британской Колумбии, где бушуют около 380 лесных пожаров. Ранее канадские власти заявляли, что огненный сезон в этом году пройден пока только наполовину. Спасательные бригады очень заняты, возможно, больше, чем в любой другой год. Ещё отмечу, что в этом году наблюдается затяжная и системная засуха на фоне аномальной жары. В начале мая мы наблюдали температуру в пределах 30 градусов и выше. Это на 10-15 градусов выше средней дневной температуры. Дым от пожаров в Канаде распространился и за пределы государства, загрязняя воздух более чем в 12 американских штатах и городах, включая Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Огайо и Монтану. Власти США призвали жителей сократить пребывание на улице. В Канаде же с начала этого года пламя уничтожило почти 10 миллионов гектаров леса. В охваченную огнём страну прибыли спасатели из Австралии, Новой Зеландии, США, Франции, Португалии, Испании и ЮАР. Также к пожаротушению привлекли военнослужащих. «Прежде всего мы входим в воздушное пространство над местом происшествия и определяем, нужна ли нам поддержка с воздуха. Если да, то мы разрабатываем план действий и определяем, сколько грузов нам необходимо отправить для поддержки наземной команды. Пока что всё было довольно напряжённо». Аномальную жару фиксируют в разных точках мира. Именно природная аномалия чаще всего становится причиной лесных пожаров. Синоптики неутешительны. Жара не будет спадать в ближайшие дни. Планета уже перегрелась на фоне рекордных показателей температуры воздуха. На итальянских островах Сицилия, Сардиния столбики термометров поднялись до 48 градусов. В штате Калифорния и вовсе до 52. В Японии власти предупреждают граждан об опасности получения солнечного удара и не рекомендуют долго пребывать на улице. Жара, по словам экспертов, вызвана глобальными климатическими сдвигами, а также природным явлением под названием «Эль-Ниньо». Работники природоохранных служб Казахстана начнут получать стопроцентную надбавку к должностному окладу. С учетом увеличения средний должностной оклад специалистов составит от 101 тысячи до 320 тысяч тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет. Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом. Правительство по поручению президента Касымжа Марта Тукаева повышает зарплаты работникам природоохранных служб. Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому с 1 июля стопроцентную надбавку к заработной плате будут получать штатные сотрудники за работу, связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов и другие. В целом повышение коснется почти 13 тысяч работников данной сферы. Перебои с поставками бензина марки АИ-95 связаны с логистикой. Об этом сегодня заявили представители Касмоной Газа. По данным нацкомпании, дефицита топлива нет, запас составляет 50 тысяч тонн. Этого объема должно хватить на 19 суток. Подробности в нашем материале. В последние дни бензин марки АИ-95 можно встретить далеко не на всех автозаправках Казахстана. Тем временем в Казмуной Газе, говорят, запасы есть. Причем не на пару дней, а на 19 суток. Но они пока в дороге. Страна-то большая, логистика время занимает. Отсюда и перерывы с поставками. Да, приходит сообщение о том, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие 95-го. Но это, в первую очередь, связано с логистикой. То есть сам продукт есть. Он сейчас находится в движении, он находится на подходе. Но мы постоянно работаем с Минэнерго, с КТЖ, на предмет того, чтобы в поддак, если есть острая необходимость, с тем, чтобы так называемый зеленый коридор обеспечить, чтобы в приоритете были движения поставок. Но все-таки физическое время транспортировки мы поменять не можем. Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Да, есть определенные прерывания в поставках. Мы эту критику признаем. Над этим работаем. Что касается запасов, по данным представителей Казмуна и Газа, в стране нет проблем ни с одним видом топлива. Бензина АИ-92 должно хватить более чем на 20 суток потребления. Авиакеросина на 42, дизеля на 26. Запас последнего превышает 400 тысяч тонн. Этого объема должно хватить для проведения уборочной кампании. К слову, успешное прохождение уборочной страды напрямую зависит от работы Павлодарского нефтехимического завода. Ремонт на предприятии завершили на двое суток раньше. На полную мощность производство выйдет через две недели. До конца этой полноценно должен заработать шемкенский НПЗ, на котором ремонтировали теплообменник. Атараусский нефтеперерабатывающий завод у нас полностью остановил технологический режим после отключения электроэнергии 3 июля. Все параметры стабилизированы, вышли на плановую штатную производительность по производству ГСМ и отгрузке. Напомню, 3 июля на Мангустаусском атомно-энергетическом комбинате отключился энергоблок. Без света остались жители Мангустаусской и Атыраусской областей. Аварийная ситуация привела к остановке Атыраусского НПЗ. Отмечу, это один из крупных старинных заводов Казахстана. Его запустили почти 80 лет назад. Ирина Панфилова, Рейнбек Бегужаев, Жебек Жулы. Чиновника в Туркестанской области подозревают во взяточничестве. В региональной антикоррупционной службе проводят досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя управления цифровизации Туркестанской области. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов тенге. Еще одного государственного служащего, главу департамента по управлению земельными ресурсами, заключили под стражу вместе с его пособником. Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя в даче взятки в сумме 18 миллионов тенге. Деньги предназначали за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в городе Туркестан. Санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается. О причинах обмеления розового озера в Павлодарской области рассказали в Министерстве экологии. По словам экспертов из специально созданной комиссии, из-за аномальной жары произошло высыхание водного источника близ села Коряковка. Специалисты предполагают, что с наступлением осадков в виде дождя и снега уровень воды должен восстановиться. Напомню, ранее в социальных сетях появилось видео с высыхающим озером. Общественники обвиняли в его обмелении промышленную добычу соли, которая ведется там уже пять лет. Для выяснения обстоятельств случившегося в регион прибыла и министр экологии Зульфия Сулейменова. В 2019 году проведены работы здесь по изучению. Здесь не перспективно для выращивания рачка Артемий. Озеро признано не перспективным. В 2020 году озеро было передано под недропользование, то есть именно под добычу соли компании Мультисервис. У них контракт, насколько я помню, на 7 лет до 2027 года. Есть определенный объем тонн. Уникальные находки сделали при раскопках средневекового городища Баршенкент в Казлардинской области. Там обнаружили большой мавзолей и медресе в форме восьмигранника. Историки считают, что городище было крупным культурным и политическим центром Золотой Орды. Средневековое городище расположено в Сардаринском районе. На площади в 50 гектаров археологи обнаружили восьмигранное медресе, керамические печи и десятки уникальных экспонатов. Эти находки, по словам исследователей, свидетельствуют о том, что Кашкала был одним из огромных торговых и культурно-политических центров на Великом Шелковом пути. Через Ургениши центральный Казахстан пролегал путь до нынешней Астаны. Одна из дорог проходила вдоль реки Сардарии, другая вела до Самарканда и Бухары. Эту версию подтверждают ценные артефакты, найденные при раскопках. Китайская монета, насекомые, обитающие на берегу Индийского океана, рисунки слонов, редких рыб и китов. Мавзолей длиной 28 и шириной 20 метров. Узоры на его стенах ручной работы. Центральная часть сооружения была местом паломничества и поклонения, как в мечети Ахмета Ясауи. А напротив нее расположена усыпальница. По словам историков, чтобы завоевать городище, Джучи, сыну Чингисхана, пришлось его сначала затопить. Несмотря на это, строения сохранились до наших дней. Другого такого городища в Казахстане нет. Поэтому мы обязаны сохранить этот памятник истории для будущих поколений. Необходимо его огородить и продолжить здесь исследовательскую работу. Если отреставрировать найденные объекты, то можно продлить им жизнь еще на 200-300 лет. Другое название Кашкала – Баршенкент. Город, в котором, по легенде, Алпамыс Батыр оставил свою супругу Гульбаршин. В середине прошлого столетия часть древнего городища была разрушена. Сейчас ученые пытаются сохранить уникальное наследие, оставшееся от предков. В целях развития внутреннего туризма мы хотим показать эти места прежде всего местным школьникам. Планируем организовать поездки в древние городища, повысить интерес детей к истории края. Археологические раскопки продолжаются не только в Баршенкенте, но и в городищах Сыганах и Жанкент. Еще одной из заветной целей достигла чемпионка Паралимпийских игр из Павлодара Оксана Лим. 50 лет она впервые получила диплом о высшем образовании. Мастер спорта международного класса полна энтузиазма. По своей индивидуальной методике она намерена обучать взрослых и детей с особыми потребностями. Оксана Лим в 30 лет получила производственную травму, приковавшую ее к инвалидной коляске. Но это не сломило будущую чемпионку. Свои ежедневные тренировки она довела до совершенства. Стала мастером сразу в нескольких видах спорта. Это легкая атлетика, гонки на колясках, троеборье. В коллекции десятки золотых и серебряных медалей, завоеванных на республиканских и международных соревнованиях. Теперь все успехи подкреплены научными знаниями. Пошла я на этот шаг для того, чтобы обучать таких же, как и я, и детей, и взрослых, паралимпийцев, не паралимпийцев. Так как у нас в городе Кипастуза нет специалиста по легкой атлетике. Полученный диплом по специальности физическая культура и спорт – не предел. Оксана мечтает и о степени бакалавра по психологии, для того, чтобы уже профессионально поддерживать своих учеников. Ведь победа на соревнованиях – это прежде всего победа над собой и своими страхами, говорит спортсменка. Я в спорте с 2005 года. Стаж ему 18 лет. Первые 12 лет у меня гонки на колясках, на инвалидные спортивные. С 2018 года у меня… Я ушла в трейборе, диско пью ядро и мастер спорта международного класса. Также продолжаю. Спорт – вещь очень такая мотивирующая. И потом, помимо того, что ты находишься в социуме, ты получаешь возможность приобретать новых друзей, путешествовать в конце концов. И она такая, знаете, человек позитив ко всему и всегда. У Оксаны амбициозные планы на будущее, причем не только свои личные. У нее немало учеников с высоким потенциалом. При желании и упорстве можно многого достичь, уверена паралимпийская чемпионка. Азамат Айтхалин, Алексей Емельницкий, Жебек Жулы, Павладар. Это все новости к этому часу. Эфир продолжит информационно-аналитическая программа «Жана Охот». Ануарки жарык сөз өзінде.